Разные китайские замочки. Здравствуйте. Сказать вам? Здравствуйте. Вот у нас это постаматные замки. Это вот бренд. Керон, да. 12 вольт, 24 вольта. Разные по габаритам. Они уже в России все. Завод Китай на пользу. Мы официальные представители. Потом у нас помимо постаматных замков. Электронные замки вот. Они вот здесь. Батареек, да. Давайте другое чуть-чуть откроем. Маленький такой. Вот такие батарейки. Это в этот вид замка. А крышечка какая-нибудь есть же, да? Да, вот там. Просто разбирали, показывали. Вот есть еще другие замки. А такие бывают еще скрытые, наверное, да? Да, невидимки. Но там единственное, если невидимки, это он откуда-то на плед глинч. Сейчас понимал, куда прикладывают модели. Это же Керон, это премиальное качество, да? Такой внешний блок. А вот это уже средний ценовый сегмент. Такое. Это дороже, чем вот это? Да, это премиальный сегмент Керон. А по ценам приблизительно. Ну, смотрите, вот этот вот замок, да? В двух режимах у нас есть замки. Фитнес, свободный ключ. Две шестьсот и две восемьсот пятьдесят два режима. Вот эти замки уже от трех с половиной тысяч начинают. Ну, здесь алюминиевая не сильно дороже. Ну, есть в большой партии, то там разница есть. Биометрические, кодовые. Металлические втулки, да, чтобы прикрутить хорошо. Да, да, да. Здесь механизмы закрытия. Вот, смотрите, штифты. Штифты. Здесь ревизмотерные. Да, да, да. А здесь тоже моторные, наверное, такой же большие. Здесь со штифтами, да. Со штифтами. Но тоже премиальный бренд. Да, 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 Керон премиальный. То есть вот этот замок и вот этот. А, они разные. Этот большой. Да, да, да. А этот маленький, да. Аккуратнее. Ну, и здесь штифти, посмотрите, они такие более короткие. И здесь по длине чуть больше. Ну, да, немножечко они все-таки разные. Ну, это хорошо. Интересно. Да, во всех моделях есть отталкиватель. Срючки. И везде установили. Тут еще один тип. Да? Да, вот, стоматные замки. Вот, давайте вам покажу, как они работают. У нас в браслете. Вот у нас планшет. И софт этот идет бесплатный? Да, бесплатный наш софт. Мы написали, вот я хочу второй шкафчик. Нажимаю занять. Вот у нас открывается. Вот у нас пистоматный замок. Вот сам замок. Вот куб, который защелкивается. Все. Дальше я опять прикладываю, например, браслетик. И закрываю. И нажимаю освободить. Но здесь чуть-чуть надо подтянуть код. И он закрывает. Механизм такой. А тут просто Android, да? Да. Здесь с помощью архитметки также можно пин-код вывести. А если клиент там какие-нибудь скинут, оно автоматом включится? Или я все испорчу? Нет, вы не испорчите. Там надо будет в приложение зайти, которое на Android устанавливает. Для связи, да, за мной. Хорошо. Интересно. Крепко, кстати, держится. Ну, у нас тестовая стена, да. На самом деле оно крепче держится. Не смогу открыть, не запрограммировано. В Москве что есть? В Москве есть мы, наш офис. Ну, нет, замки какие есть? Ну, у нас что-то на складе какие-то есть замки, модели. Ну, не всегда все в наличии. Покажите, вот. В свободном ключе, в фитнесе, обычно у нас в складском учете, у нас достаточное количество бывает. 80, 80, 80, вот такие замки. Кремиум, да? 90, что же, зачастую на складе есть. Дальше, по постаматам. Самые воскрепленные, да, но они не самые дешевые, но они все давно на рынке. Сейчас я вам скажу, 99 где они? Сейчас, секундочку. Вот, 99, вот. Вот такой вот замок. Ну что, интересно. Вот это плата управления, куда подключаются. Все замки, а, они что, каждый проводом? Да. А, вот эта плата подключается к тому софту, правильно? Нет, нет, это Raspberry, компьютер, он там на один замок. Это, если смотреть на большое количество замков, есть платы на 16, на 48. 16, 48 – это количество замков. То есть, от количества замков нужно высчитывать количество платы. И вот эти несколько плат могут подключиться к одному Raspberry и на один экран, вот на тот выводить все. Нет, вот Raspberry на 48 не сможет выключиться, нужна будет плата управления. Это отдельная плата. Сейчас не посмотрю, она здесь, к сожалению, у нас не выложена. Она там, наверное, где-то, да. Плата управления, либо напрямую через Ethernet-овский провод можно подключиться к программу включения. Интересно. Да, вот тогда. А можно только вот визитку? Просто невозможную носить. Все, большое спасибо. Вам тоже. Все, тогда до связи.